Этот законопроект в первую очередь направлен на сокращение сферы регулирования земельными актами и на увеличение доли градостроительного законодательства. К сожалению, такой переход на градостроительное зонирование, на применение градостроительных норм в настоящее время представляется недостаточно продуманным. Мы уже здесь говорили и можно только подтвердить, что планируемый период перехода три года с нынешней модели земельного кодекса на модель, близкую к градостроительному законодательству, означает всего лишь того, что старый кодекс работать не будет, новый не будет тоже, поскольку градостроительные регламенты за такой короткий срок сделать невозможно. Проект, надо сказать, содержит большое количество глобальных предложений по изменению регулирования земельных отношений в части отделения земельной категории. Насколько мы все знаем, кто занимается земельным правом, это основной институт, на котором, собственно говоря, держится регулирование земельных отношений в течение практически, может быть, даже больше, чем 50 лет в Российской Федерации, установлена большая часть режимов использования земельных ресурсов и земель в Российской Федерации. И сейчас у экспертного сообщества возникло серьезное беспокойство о, с одной стороны, необходимости, обоснованности и проработанности предложений, содержащихся в данном законопроекте. Продолжение следует...